Так, ну начну, наверное, с самого главного события всего мира прошлой недели. В субботу, 14 октября 2022 года, каналу Дэсс Хорошо исполнилось 12 лет. Я тебя уважаю, с днём рождения. Как не знаешь? Что, в смысле не получилось поздравить? Не, ну нормально. Ну и что, что я сам и все остальные в команде тоже забыли об этом? Ну и что, что многих из тех, кто подписался ещё в 2010-м, уже в живых нет? Ну и что, что в этом году в мире такой кошмар творится и уровень тревёжности такой, что не до празднований? Сходи, поздравь канал в комменты. Напиши «канальчик, поздравляю». От души поздравляю. Вот только тогда разрешаю тебе дальше смотреть. Новостной только Давыдова, субъектив со стереотипами, только личное мнение Давыдова сам принимает. Представляю твоему вниманию арт «Преступление будущего». Правда, произошло оно на прошлой неделе. Корейский художник-стример Эй Ти рисовал в прямом эфире на Твиче фан-арт Сёгун Райден из Геншина. Это был достаточно долгий стрим, более 11 часов. По окончанию трансляции Эй Ти запостил своё готовое творение в Твиттер и тут же получил предъяву по авторскому праву от некоего Мусайш. И действительно, в Твиттере «Мусайш» очень похожая картинка появилась на 6 часов раньше. Ля ты крыса! Схема такая. Мусайш зашёл на стрим Кэй Ти, заскриншотил незаконченную работу и загрузил в нейросетку, чтобы та её дорисовала. А потом сразу запостил её в Твиттере, как бы легитимизируя себя как автора. Ну, типа он же раньше запостил. Конкретно в данном случае это был просто троллинг. Мусайш не требовал ни денег, ни удаления арта Эй Ти, плюс у Эй Ти есть прямое доказательство того, что он автор записи 11-часового стрима на Твиче. Но не исключу, что какие-нибудь настоящие разводилы уже давно придумали, как таким образом срубить бабла и испортить жизнь какому-нибудь диджитал-художнику. Маск опять ноет в Твиттере. На этот раз про то, что SpaceX, принадлежащая ему компания, поставляя и поддерживая интернет в Украине с помощью своей системы Starlink, потратила уже очень много средств и вообще к концу года 124 миллиона долларов потратит. Я понимаю, что это большие деньги и понимаю, что у Маска в принципе все не так однозначно, но тем не менее, когда вот об таком ноет человек с состоянием в 200 миллиардов, я напомню, 1 миллиард это 1000 миллионов, это как-то... Ну, некрасиво как-то что-ли получается. Ну, как бы понимаешь, да? 1,2 частью его состояния можно было бы поддерживать Starlink в Украине на протяжении 10 лет. Ну, ладно. Я вообще об этом заговорил просто потому, что у него с Твиттером все еще, опять, по-прежнему проблемы. Ну, то есть с покупкой Твиттера. То есть с непокупкой Твиттера, с его отказом его покупать. То есть как бы, нет, с судебным делом из-за его отказа покупать Твиттер после того, как сделка уже была заключена. То есть, короче, я уже не могу просто больше следить за этим маскарадом. Ну, последняя итерация сейчас такая, что Илон находится под федеральным следствием за отказ предоставить Твиттеру какие-то документы, какие-то там переписки с властями. Но если он все же закроет сделку по покупке соцсетки до 28 октября, то в ноябре следствие будет приостановлено и претензии сняты. Еще там какие-то терки с тем, что он, вероятно, манипулировал ценой акций компании, когда вот мутил воду с тем, что вот входит ли он как активный инвестор в компанию, когда покупал ее доли или не входит. Или что, короче, мраа, что-то на юристском. Офигенно я тебе все объяснил, да? Нихуя не понял. В общем, если совсем вот только суть, своими твиттерскими мутками Маск может заработать себе прям серьезное дело в суде. Сойдет? Так. Ну, нормально обобщил, вроде суть, правильно? Я старался, мне было очень тяжело. Так что, если тебе нравится то, что ты сейчас смотришь, ну, даблтапни по экрану. Стас, даблтап не ставит лайк. Он мотает видео вперед. Подожди. Ооо, в шорцах на ютубе даблтап ставит лайк. В шорцах на ютубе ставят. В тиктоке тоже. В тиктоке тоже ставят лайк. Даже в тупом инстаграме. Ты два раза нажимаешь на экран, ставится лайк. Даже в тупом инстаграме даблтап ставит лайк, правильно, да. Ну, подожди, ну, тогда это какое-то гавничание, юзер экспириенс. Как хорошо жить в мире, где все сайты и приложения не страдают от рукожопых дизайнеров? Погоди, это подводка к интеграции курса UX UI дизайнеров? Именно она. Онлайн-школа дизайна Contented выпускает не просто UX UI дизайнеров, а профессионалов, которые способны предоставить своим пользователям логичный и непротиворечивый опыт. Это камень в твой огород, ютуб. Отличный заезд, Стас, 10 из 10, без брызг. Спасибо. А самое главное, что спасать жизни таких снобов юзер-интерфейса, как я, можно без умения кодить. Ого, а где нужны такие специалисты? Эти специалисты делают интерфейсы приложений и сайтов удобными и эстетичными. А работают они в IT, рекламе, бизнесе и много где еще. А чему научатся выпускники курса UX UI дизайнер с нуля до про? Разрабатывать мобильные и веб-интерфейсы, создавать дизайн-концепции, проводить пользовательские исследования и тестирование и много чего еще. А с какими программами придется работать во время учебы? Ну, основной упор на работу с Figma. Но тебя научат создавать интерактивные прототипы в Protopie, проектировать взаимодействие с помощью юзер-флоу, анимировать Principle и After Effects, ну и куда же без 3D-визуализации в Блендер? Это все отлично, а работу-то я смогу найти. Не просто сможешь, а тебе помогут ее найти. У тебя будет онлайн-практика в креативном агентстве Red Cats или в IT-компании Ozone. У тебя будет сильное портфолио из 15 работ. У тебя будет диплом установленного образца о профессиональной переподготовке. И у тебя будет карьерный центр, который поможет с трудоустройством. Причем брать первые заказы можно уже с четвертого месяца обучения. И что получают EXGI-дизайнеры? Деньги. Они получают деньги. Серж, джуниор-дизайнеры могут зарабатывать от 90 тысяч рублей. Средний уровень окладов 150 тысяч рублей. А синьор-дизайнер зарабатывает более 210 тысяч рублей в месяц. А если у меня совсем вообще совсем нет опыта? Серж, это то, что делают онлайн-школы. Они берут людей без опыта и превращают их в людей с опытом. Так что сканируй QR-код и переходи по ссылке в описании. Промокод СтасикКарасик в руки. Скидка в 45% туда же. И вперед спасать меня от этого ужасного юзер-экспириенса. И лайк все-таки поставь. Ну, даблтапнуть нельзя, но там вот такой палец вверх внизу. Крэнк не за горами. Австралийские ученые создали своеобразный искусственный интеллект. Но только не в том привычном для нас сейчас смысле, что это компьютерная программа. А, ну, биологический искусственный интеллект. В чашке Петре, ну, так называется вот это стеклышко лабораторное. Ученые собрали небольшой мозг из стволовых клеток человека и эмбрионов мышей. В общей сложности 800 тысяч клеток. Много-мало, не знаю. Ну, вот столько. Вот столько клеток. И назвали это дело дышбрейн. Посудомозг. Я женщина, а не посудомозг. А потом научили его играть в понг. Ну, вот в ту самую примитивную компьютерную игру, в которую даже свиньи способны выигрывать. Но, тем не менее, этим ученые доказали, что нейроны мозга — это удивительная система, способная обрабатывать информацию в режиме реального времени с очень низким энергопотреблением. Ну, раньше, получается, так не считали. Поскольку глазок и ручек у этого мозга нет, информация об игре поступала в него электрическими сигналами и такими же сигналами возвращалась обратно. И весь этот процесс потреблял куда меньше энергии, чем похожий полностью компьютеризированный. Так что не исключено, что в каком-то там недалеком будущем наши компы нужно будет не в розетку втыкать, а кормить борщом. А от долгих игровых сессий у них будет голова болеть. Ну, зато на электричестве сэкономим. Ну, как бы, если киберпанк уже настал, то вот это событие приближает нас, как бы, на шаг ближе к биопанку и всякой прочей гигеровщине. Возможно, ты уже знаешь про то, что экоактивистки облили супом картину Ван Гога. И подсолнухи Ван Гога такие. Ну, не суть. Затем они приклеили себя к стене и произнесли очень странную речь. Ну, и потом объяснили обливание полотна именно супом, тем, что из-за кризиса многие семьи не могут себе позволить его подогреть. Параллели и символизм, конечно, на уровне школьной самодеятельности. Да, и как бы... Что... Что вообще за дела? Теперь все экоактивисты разговаривают, как Грета Тунберг. What is worth more? Art or life? Ну, с первого взгляда выглядит, как просто полный абсурд. Типа, вот, на тебе Ван Гог, падла, за глобальное потепление. Удобрили мы тебе подсолнухи, получай говно одноухое. Будешь знать! Полотно, кстати, в итоге не пострадало, оно за стеклом. О чем, в общем-то, и принялись улюлюкать СМИ и блогеры, типа... Опять тупые активисты. Я же с Анной Сноп и разобрался, и сейчас научу тебя тоже не быть улюлюкающим идиотом. Начну с вот такого вопроса. А много ли людей вообще слышали, что эта же группа активистов Just Stop Oil тоже на прошлой неделе облила краской знак Scotland Yard или дилерский центр Aston Martin, или что еще в июле они приклеивали руки к раме Тайной Вечери в Лондоне и еще к ряду картин в разных галереях себе тоже приклеивали. А еще блокировали дороги и так далее. Вот я, скажу честно, не слышал. Или не обращал внимания просто в общем потоке информации. А тут ребятки сделали вот этот рандом супом, и оп, все, герои всех заголовков. Ну и как бы что, они не знали, что все картины в галереях сейчас за стеклом? Они как бы планировали это мероприятие, как бы. Конечно знали, но целью их было не навредить картине, а привлечь внимание к себе, чтобы сообщить о проблеме. Они, получается, очень символично ставят вопрос, что вас волнует больше, защита картины или защита планеты и людей. Получается защита картины. Потому что о том, что Великобритания начала опять выдавать лицензии на разработку нефти в Северном море, которая была ранее там прекращена из-за экологических соображений, я узнал благодаря этой акции. Великобритания даже снова разрешила фрекинг или гидравлический разрыв пласта, так это называется по-научному, способ добычи газа, который уже давно признали слишком ссыкотным, чтобы массово использовать в мире. Да, из-за войны в Украине сейчас энергетические проблемы надо решать по всей Европе. Ну, как бы, там, Великобритания не в Европе, ну, короче, вот в этом месте. И решение надо принимать действительно сложные, не всегда популярные, вопрос непростой. Но то, что вопрос непростой, не значит, что его не нужно задавать и надеяться, что оно, там, само рассеется. И активисты, как правило, именно этим и занимаются. Творят всякий кринж типа кормления картин томатным супом. И благодаря этому привлекают хоть какое-то внимание к проблемам. Эффективно ли это? Ну, вот как оказывается в большинстве случаев, нет. Но он иногда стреляет. А теперь информация чисто для моей мужской аудитории. Врачи спасли оргазмы 27-летнего мужчины. Я понятия не имел, что существует такое расстройство, как посторгазмическое недомогание. Это не когда мужик после того, как закончил, поворачивается на бок и храпит, как свиня. Это аллергическая реакция на собственный эякулят. Надеюсь, тебе не надо объяснять, что такое эякулят. Повышенная температура, головная боль, сып по всему телу, слезятся глаза и течет нос. Ну, это описание аллергической реакции, не эякулята. Посторгазмическое недомогание настолько редкая болезнь, что в Штатах с населением 330 миллионов человек от нее страдают в данный момент предположительно меньше тысячи. А за всю историю в медицинской литературе задокументировано менее 60 случаев заболевания. Что как бы логично, когда людям хреново от секса, они будут его избегать. А чем меньше секса, тем меньше вероятность продолжить рот аллергиков. И вот, пожелавший остаться анонимный молодой человек рассказал, что после того, как в юности переболел острым эпидидимитом, его тело начало проявлять аллергическую реакцию на оргазмы. И с тех пор каждый месяц в его жизни стал недорчебрем. Грустная история, но у нее счастливый конец. Несмотря на то, что почти 10 лет недорчебря эпидемиологи, аллергологи и даже отоларингологи не могли помочь нашему бедному монаху по неволе, сейчас врачи смогли подавить аллергические симптомы антигистаминным средством. Неплохо для расстройства, которое почти не исследовано. А вы, молодые люди, дрочите на здоровье и не стесняйтесь обращаться к специалистам по таким деликатным вопросам. Я поздравляю господина 747, также известного как Колберт, с почетным титулом «Самого толстого медведя-2022». Да, закончилась одно из моих самых любимых ежегодных соревнований – «Неделя толстого медведя». Это настоящий турнир, который проводит национальный парк Катмай в Аляске. «Неделя мишек-пышек» проходит каждый октябрь, когда уважаемые коричневые Михаилы находятся в наиболее уважаемой форме. Ну, то есть, отожрались перед спячкой по максимуму. Выбирают победителя, правда, не по весу, а путем голосования. И вот в этом году самое большое количество голосов собрал чемпион 2019 года Колберт, медведь номер 747, абсолютный чонкер, весом более 600 килограммов. Вот сравнение его фоток в начале лета и после многоразового похода в гости к бабушке. Второе место на этом празднике калорий заняла шестигодовалая самка бурого медведя под номером 901, а третье место занял скандал. Видимо, «Неделя толстого медведя» стала настолько популярной, что люди начали, как и во многих мероприятиях с выборами, фабриковать голоса. В полуфинале нынешнего чемпиона обгоняла медведица Холли с отрывом в добрый миллион голосов. Но вброс оказался слишком очевидным, поэтому после пересчета с перевесом в несколько сот килограмм и 7 тысяч голосов Колберт занял свое место сначала в финале, а потом и на пьедестале. Не совсем понимаю, зачем бросать голоса за медведей в конкурсе, где никто ничего не получает за победу, в том числе медведи. Соревнование придумано чисто для того, чтобы обратить внимание людей на дикую природу, экосистему парка Котмай, привлечь туристов и дать мне новую цель в жизни, потому что я больше не хочу худеть к лету, я хочу быть самым жирным медведем октября. Бургеры заказываем после съемок. Из вещей, в которых возможно что-то выиграть и получить, можно зайти к Сержу на Твич и выбить у него дроп пончик-брелок для Овервоча. Он вот прямо сейчас должен стримить, ну по крайней мере он обещается, что ты стримишь сейчас. Прямо сейчас сижу в стриме. Вот, сидит в стриме прямо сейчас. Ну и еще ты получаешь скидку в 45% с промокодом СтасикКарасик, если пройдешь по ссылке в описании на курс контента. Вот, еще, конечно же, не забудь в комментариях поздравить канал с днем рождения, не забудь поставить лайк каналу, нажав на палец вверх. Все, вот эти классные вещи, а я пойду... Не буду обманывать, пойду жрать бургер. Пока.